ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин. Водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. Число впервые выданных россиянам водительских удостоверений снижается. Два года назад, говорится в сообщении гильдии автошкол, показатель находился на уровне 2 миллионов 100 тысяч штук. В 2015-м фигурировала цифра 1 миллион 600. В нынешнем году, говорят специалисты, убавка составит еще 100-200 тысяч прав. Причина, убеждены эксперты, в усложнении процедуры получения удостоверений и ужесточений правил задачи соответствующих экзаменов. ТРАССА 101 В России по-прежнему наблюдается увеличение спроса на поддержанные автомобили. В августе, по данным агентства Автостад, рынок подрос почти на 4%. Лидеры продаж – ВАЗовские 14 и Семерка. Далее идут Форд Фокус, ВАЗ-2110 и Тойота Королла. По количеству проданных машин с пробегом – Тойота вторая после Лады. На третьем месте – Ниссан. Замыкают первую пятерку – Хёнде и Шевроле. Программа утилизации автомобилей, скорее всего, будет продолжена в 2017 году, сообщают ведомости. Однако изменится система предоставления субсидий автопроизводителям. В нее включат такой критерий, как страна-изготовитель двигателя. Меньше преференций получат те, кто продает у нас машины с импортными моторами. К примеру, это Хёнде, Кия, Тойота и Митсубиши. В октябре начнется прием заказов на обновленный седан Citroën C4. Его минимальная стоимость составит 899 тысяч рублей. Среди изменений другие – передний бампер, решетка радиатора, оптика, базовый мотор, бензиновый объемом 1,6 литра мощностью 116 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой механикой. Начальная комплектация неплохая – система курсовой устойчивости, кондиционер, светодиодные фары дневного света, 16-дюймовые стальные диски и так далее. Ценники прочих версий будут объявлены позже. Трасса 101 В Калужской области открыли второй в стране «Экодук». Это надземный переход. Его возвели над федеральной трассой М3 «Украина», предназначенной только для диких животных. Объект имеет длину 30 метров и ширину 52 метра. Он покрыт землей и засажен деревьями. По бокам имеются экраны, чтобы проезжающие автомобили не пугали зверей. Первый в России «Экодук», добавлю, начал функционировать весной этого года в Приморском крае. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok